В городской библиотеке Бендер прошла встреча ветеранов афганской войны со школьниками. Участники боевых действий рассказали о том, как попали на войну и о чем там думали и мечтали. Урок истории посвятили 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Понимаете, то, что ты прошел, оно никогда уже не уходит из тебя. Это ветеран афганской войны Сергей Геворков. Говорит, о боях в горах забыть невозможно. Он и его друзья молодыми парнями после школы не продолжили учиться, как остальные сверстники, а отправились на войну. С того дня, как он попал в Афганистан, прошло больше 40 лет. Сейчас Сергей Владимирович делится своими воспоминаниями со школьниками. Чем ближе к Кишвойку, они оказываются сзади нас. И получается, что мы при определенных обстоятельствах могли быть обстреляны с двух сторон. Потому что что у них там в голове и как, мы могли только предполагать. Слава Богу, это все окончилось благополучно. Ветераны говорят, на войне перед ними стоял один выбор – убивать или быть убитыми. Времени на подумать не было, действовали здесь и сейчас. Кидались под пули, бежали по минному полю, спасали раненых товарищей. Знали, что так они отдают долг Родине. Мы служили своей Родине и исполняли свой долг священный, воинской службой перед своей Родиной. И защищали там ее интересы. Уже после, когда бойцы вернулись домой, их наградили. У Сергея Геворкова медаль за боевые заслуги. А Вячеслава Панова наградили орденом Красной Звезды. На встречу со школьниками ветераны пришли в форме. А на груди – те самые медали и ордена. В 88-м году, как было сказано, приняли решение о выводе советских войск из Афганистана. Конкретно наш полк занимался выводом дальних частей. При выводе наш полк буквально вышел, и за нами вышел командующий 40-й армии Борис Громов. Ну и, естественно, спецназ. Встреча, или как ее назвали сами школьники, урок истории и мужества, приурочили к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Школьники после услышанного говорили, что и представить не могли, как страшно было на войне и через что прошли ветераны-афганцы. Рассказывали про человека, у которого ампутировали две ноги. Для меня это было шоком. Отважные, смелые герои, возраста которого чуть старше нас, но совершили довольно-таки важные подвиги для своей страны, для всех окружающих. Война в Афганистане длилась более девяти лет. Службу в составе ограниченного контингента прошли сотни тысяч солдат и офицеров. В память о 15 бендерчанах, погибших на той войне, в городе установлен памятник «Черный тюльпан». Минуты молчания почтили память тех, кто так и не вернулся домой, и тех, кто умер или погиб уже после Афганистана. Дарья Булига, Игорь Мацота, ТСВ.